Женщина должна открывать сердце мужа. В сердце что-то есть, не открываем, разрушаем семью. Женщина должна, говорит, открывать сердце. Не значит, она должна рассказать, кто у меня там был до нашего брака, и как мы с ним спали. Это не надо делать. Открывать сердце означает открывать то, что происходит в нашей жизни. Иногда женщина, допустим, совершает поступок, разрушающий семью. Она, допустим, изменяет. Не надо сразу об этом говорить мужу. Это опасно, может разрушить семью. Но надо в сердце своем раскаиваться и открыть, быть ближе к мужу. Почему измена происходит? Сначала женщина изменяет в уме. Как это происходит? Она просто не разговаривает со своим мужем искренне. Она что-то скрывает от него. Женщина не может держать информацию в сердце. Она должна ей кому-то рассказывать. Рассказывать женщине не всегда помогает. Поэтому она будет рассказывать какому-то чужому мужчине. А это значит, что она уже пошла уходить из семьи. Все, может быть, она не с этим человеком изменит, как с кем-то другим. Женщина должна открывать сердце мужу. Даже если это очень тяжело. Если она не умеет, семья разворачивается. Теперь смотрите, есть тонкие вещи, которые женщины должны знать. Если женщина хочет сохранить семью. Любая женщина, здравомыслящая, хочет сохранить семью. Потому что, когда мужчина остается один, ему легко найти себе другую женщину. Да, женщина она остается одна. Ей очень трудно найти себе другого мужчину. Как вы думаете, почему? Примерно однако мужчин – женщин. Почему женщине трудно найти себе другого мужчину? А мужчине легко другую женщину. В чем причина? Есть много причин каких-то чисто технических. Да, женщина остается не одна, она остается с детьми. Первая причина. Вторая причина. Женщина с возрастом стареет, а не молодее. А берут замуж молодых. Третья причина. Женщине очень трудно привыкнуть к новому человеку. И сначала от старого открыть тут надо пару лет. Потом надо привыкнуть к мысли, что с другого выходить еще пару лет. А потом только замуж выходить. Это непросто. Поэтому Бог дал женщине силу сохранить семью. Чтоб она не оставалась одна. У женщины есть сила. Как эта сила работает? Безупречно. Если женщина правильно настроена, мужчина даже будет пытаться уйти, не сможет. Невозможно уйти от женщины, которая правильно настроена. Теперь, что значит быть правильно настроена? Объясняем. Это тонкая вещь. Очень глубокая вещь. Смотрите, женщины. Если у вас в сердце сидит мысль. Я могла бы себе и получше найти. Вот вы замужем, но будет у вас есть муж. Вы думаете, я могла бы себе и получше найти. Все это значит, что он будет гулять. Это мысль означает, что вы ее толкаете от себя. Говорит, иди и ищи себе любовницу. Потому что чем привлекается мужчина? Привлекается тем, что он единственный. Вот когда женщина смотрит на мужа, и в его взгляде ты единственный и неповторимый для меня. Для ее взгляда есть это. Все. Ему больше ничего не надо. Сексом мужчина всегда хочет заниматься с чужими женщинами. Всегда. С молодыми красивыми девушками. Всегда мужчине хочется заниматься сексом. Поэтому у каждого мужчины есть вторая фамилия не в паспорте. Итальянская фамилия. Кобелина. Итальянская фамилия вторая. У каждого мужчины есть. Вот женщины должны это знать, потому что самая большая сила в этом мире это женская красота. И, к сожалению, в нашей культуре женщины вместо того, чтобы дать мужчинам нормально жить, они наоборот эту красоту как можно больше открывают. И потом удивляются, почему это мужчины гуляют. Отведите себя культурно, чтобы не гулять. Потому что самая большая сила это женская красота. Но вот женщины, смотрите как интересно, в восточной культуре женщины открывают себя и красоту свою только перед мужем. А в обществе стараются ее прятать. У нас все наоборот. Женщина ходит дома как попало, а когда она идет на улицу, она такая, как принцесса становится. И пошла. На улице как принцесса, дома как попало. Так кому ты красоту хочешь отдать? Мужу или дяде Васе? Почему так происходит? Потому что женщины не знают своей природы. Женщины не знают, что энергия всегда тратится. Она тратится и что получается? Сейчас объясню. Да, женщина открывает свою красоту и как бы и идет. Одной ногой пишет, другой зачеркивает по улице. «Летящей походкой». Создает очень сильное впечатление. Что происходит в это время? Смотрите, мужчина завороженный смотрит на женщину в это время. И он собирает в ней энергию любви, своих взглядов. Просто ее кушает. Кушает женскую энергию любви. И когда все покушали ее, она прошла по улице, летящей походкой. Пришла домой. Что происходит? Дома нет сил нежно общаться с мужем, прощать его. Нет сил улыбаться. Нет сил заботиться о детях. Силы кончились. Почему они кончились? Съели. Поэтому восточные женщины прячут себя. Они как бы защищаются волосами. Чем длиннее волосы, тем больше защиты. Потому что смотрите, у мужчины сила содержится в разуме, поэтому ему надо меньше, чтобы было ума, больше разума. У женщин надо больше ума, у женщин сила в уме, у мужчины в разуме. Женщина, она имеет даже сильные мысли, сильные чувства. Это умственная деятельность. Мужчина имеет сильную волю. Это деятельность разума. Поэтому мужчина обрезает волосы покороче, потому что волосы связаны с энергией ума. А женщина делает волосы подлиннее. Чем длиннее у женщины волосы, тем больше у нее силы и умственной энергии. Она больше защищена от окружающих людей. Если женщина сплетает волосу в косу, то она вообще просто непобедима. У нее огромная сила внутри. А мужчина, который лысый, тоже сидит. Думать не надо. Только действует. Деятельный мужчина обычно всегда очень коротко постригается. При знак активности мужчины. Мужчина активен, значит, он коротко постригается очень. Женщина должна носить длинные волосы. Она должна закрывать внутреннюю часть тела в своей жизни. Это дает ей силу, защиту, спокойствие. Если женщина хочет спокойствия, не быть беспокойной. Сама раба градо, беспокойная я. Беспокойная я. Успокойте вы меня. Почему беспокойная? Потому что раздепаривают. И на это все подряд. Кому не лень. Зря я нашла на лекцию, да? Итак, дальше двигаемся. Женщина должна создавать атмосферу. Нам жена приходит часто переезжать за два места в другое. И жена что делает? Она печет пирожки. Звонит соседке и говорит. Вас как зовут? Так, говорит. Ну, Маривана, допустим, да? И она говорит. Маривана, попробуйте пирожки. Я что-то не пойму, у меня вкусные получились или нет. Так, сейчас посмотрим. Все женщины-эксперты в приготовлении. Раз вперед пробуют. Ну, надо вот этого добавить. Проходит день, на следующий день. Я добавил. Вкусные или невкусные. Вот теперь вкусные. Молодец. Все. Это значит, что если я ухожу из дома, то муж в этой семье со мной здоровается. Хоть мы друг друга не знаем, но уже отношения завязались. Собачка не какает у меня на пороге. Сто процентов. Дети относятся вежливо. И все в этой семье много-много времени, то есть несколько месяцев, может быть больше, будут хорошо относиться. Просто от одного такого поступка. И все. Просто накормить пирожками соседку. И все. Достаточно тут установить отношения. Женщине это раз и плюнуть сделать вообще. И вообще не проблема этого накормить пирожками. У меня жена вообще такие вещи вытворяет страшные. Приехали. Въехали из ведического храма. И как бы у нее было пол пирожка освещенного. Не целая половина. Ну представь, пол пирожка это, кажется, как грызы. Просто разломали. Одна половина там пошла в одну сторону, а вторая. Это был... Я вспотел, когда это видел. Мне было страшно. Мы приехали в такси домой в Москве. И я распотелся с водителем. И когда я выходил, она такая, протягивает ему эти пол пирожка. Говорит, это вам. У меня в глазах такая решимость. Он смотрит на нее и смотрит, что происходит с ним. Он берет пирожок и говорит, что это, что это, что это. Аплодисменты. Когда я не увидел, я вспотел прям, реально. Ну, ну, ничего себе. Потом начал улыбаться. Освещенная пища на всех действует. У нас в Краснодарском крае есть собака. У меня ребята учатся. Они живут как монахи вместе все. И там есть собака. Она охраняет. И я когда приехал в ЗЭПе, у меня была освещенная пища. Она подпортилась. Это были блинчики обычные. И они уже склеились. Какие-то стопы вот такие. Вот. И я отдал эти блинчики этой собаке. То есть я ей вывалил эти блинчики. Она как увидела эти блинчики. Она их съела тремя движениями. Вот так вот. А эта пища освещенная обладает особой силой. То есть она встала вот так вот. И начала на меня смотреть. Стояла минута. Потом бац упала вот так вот. В счастье в таком. Стояла минута. Стояла минута. Просто изжить ее. И сжечь ее в своем сердце. Заставить себя считать, что вот это единственный человек. Как только она так начинает читать. Каберина отваливается. Это фамилия итальянского мужчины. Она есть, конечно. Но она уже скрытая. То есть она уже выходит из сознания. Это очень важно знать. Женщина должна создавать отношения в семье. То есть она заводит разговор с мужем. Она должна это делать не навязчиво всегда. Не надо навязываться полторней своей. Ну, она просто всегда начинается одинаково. Допустим, я тренинг проводил с женщинами. Вот сидит муж, смотрит хоккей. Что делает? Как бы некоторые женщины догадывались. Садимся рядом, смотрим хоккей. И потом дальше говорим. А как Фетисов? Нормально играет? Следующий. Он такой раз. Он сначала не обращает внимания, что она сидит рядом. Потом, когда она про Фетисова сказала, он говорит, да. Нормально. И смотрит дальше хоккей. Она потом обнимает его и говорит, что ты был лучший сыграл, мне кажется. Все, хоккей, до свидания. Сразу нанесу. Я вообще в хоккей не играю. Так можно мужчину оторвать от хоккея. Дальше можно ему сказать, допустим, надо покушать или еще что-то. Ну, то есть, дальше можно с ним разговаривать. Не надо сразу подходить к мужчине и говорить, надо покушать. Это неважно, потому что он в хоккее живет. Он не может кушать и даже думать о чем-то другом. Когда мужчина чем-то занимается, он полностью поглощен этой деятельностью. Он не может оторваться. Нужно сначала его оторвать с помощью таких приемов. Надо заинтересоваться тем, где он делает. Потом перевести на него разговоры. Потом дальше уже перевести в свою сторону. Понятно? Понятно? Системы. А? То есть, мужчины, они очень инертные. Они могут очень сильно концентрируются. Мужчина как паровоз. Женщина как пушинка. То есть, мужчина, если он разогнался, он действует в одном направлении. Трудно остановить. Женщина всегда может двигаться туда-туда. У нее очень подвижное сознание. У мужчины очень эстатичное. Все время в одну сторону. Если женщина не открывает сердце мужу, значит, отношений нет. Это дистанция возникает. Она потом разрушает семью постепенно. Что значит открывать сердце? Значит, просто говорить о том, что на сердце находится. Но говорить как? Мягко. Есть два способа жить для женщины. Первый способ победоносный. Второй способ разрушительный. Если женщина, говоря о чем-то, всегда переводит на мужа, она разрушает семью. Если она всегда переводит на себя, то она сохраняет семью. И улучшает свое влияние на мужа. Ну, допустим, смотрите, женщина сидит и плачет. Два варианта плакать. Первый вариант плакать, потому что он такой козел. Второй вариант плакать, потому что я не смогла. так искренне молиться, чтобы ты не пил. Поэтому я плачу. Какой результат? У мужчины открывается совесть. Сразу начинает, хочет защитить жену и говорит, завтра не буду пить. Видите? То есть два варианта действий. Женщине хочется действовать по первому варианту всегда. Обвинить его. А надо успокоить себя, помолиться и обвинить себя. Будет тогда победа. У женщины два, две непобедимые силы. Первая непобедимая сила и эмоциональные слова, вторая – слезы. Непобедимый. Мужчина не может с этим справиться. Когда женщина начинает эмоционально говорить, он убегает. Она начинает пахать, и он тоже убегает. Или, наоборот, приходит. Ну, то есть он не может быть уже равнодушным. Две эти силы надо использовать правильно. Эмоциональные слова надо против себя использовать. И слезы тоже против себя. Нельзя это делать против мужа, иначе отношения разрушаются. У мужчины есть только одна сила в отношениях. Как это у мужчины? Как это? Мужчины не знают. Кто-нибудь знает? А? Как? Ответственности? Ответственности? Ну, это да. Не, я говорю в отношениях. Вот вы общаетесь с женой. Какая сила вам поможет сохранить свое мнение? То есть как, если вы должны сделать так, чтобы она вас слушалась, понимала, принимала? А? Искренность? Искренность не поможет. Любить нормально, но это не поможет. Хвалиться. А? Хвалиться. Хвалиться тоже хорошо, но не поможет. Хвалиться? Хвалиться, а? Что может? Сила означает то, что побеждает женщину. Кто сказал Курпини? Я. Молодец. Мужчина должен быть, вот помните, когда Бимареско и Гдакимова? Ведь взлом по башке стукнули, морда красная. Мой отец как бы сильно управляет на том берегу, я на этом. Ну, то есть, понимаете, то есть, мужчина должен быть очень спокойным. Не возмутили. Не возмутили. Женщина эмоциональная там, аааа, у нас уже вся, вся, уже вся. Там и так далее. Мужчина. Я слушаю, продолжаю. То есть, вы не должны ничего удивлять вообще. Он должен быть спокойным, как камень. Гроза там на этот камень, там молнии на него удаляют. У них все, вы праба. Спокойно. Мужчина не должен принимать ничего близкого к сердцу в отношении женщины. Женщина это конкретно успокаивает. И она чувствует очень сильно защиту от такого поведения мужа. Она может его зайти упуткать. Говорит, ты чего как дурак? Идешь сюда. На лекции наслушался, ни на что не реагируешь. Но внутри она думает, нормально. Нормально. Это лучше, чем мужчина, а? Вместе с женщиной вот так. Мужчина должен все выслушать спокойно и сказать, я подумаю над этим. Завтра дам ответ. Мужчина никогда не должен сразу реагировать на то, что женщина ему говорит. Подумаю, дам ответ. Хорошо, мы решим этот вопрос. Женщина сразу успокаивается. Если ей сразу ответить, она еще вопрос задает. Сразу ты чего вопрос? Еще вопрос? Еще вопрос? Потом она забудет, о чем она спрашивала первый раз. Вот. Но когда мужчина говорит завтра дам ответ, женщина сразу шагает. Потом раз успокоилась. Она легче стала. Она легче стала, она все уже расслабилась, все легче стала. Она говорит, у меня муж надежный. Что значит муж надежный? Это значит спокойный. Вы согласны женщине с этим? Да. Видите, всем женщинам нравится, что я сказал. Значит, это нормально. Почему мужчины реагируют на женщину сразу? Есть только одна причина – привязанность. Привязанность к наслаждению женской энергии. Когда мужчина сильно привязанность к наслаждаться женщиной, он не может не реагировать. Потому что сразу же, как только женщина эмоционально себя ведет, ее начинает толпать. Не тяжело становится. Этот мужчина должен быть очень твердым в своей воле. Он должен постоянно работать над собой. Женская энергия к себе привязывает, а надо отвязываться. Надо быть очень сильно внутри себя, не надо поддаваться. Энергия людей все равно сильнее, но мужчина должен быть очень твердым внутри. Он не должен всегда зависеть от настроения жены. Как она себя привела, так мы ей тоже настроили. Нет, так не надо было. Да, мужчина очень твердый внутри, не значит, что он несчастный. Женщина все равно подать столько любви, сколько тебе положено в жизни. Все нормально. Но всегда будь внутренним зависимым. Всегда старайся выйти внутренне, твердым, собрым. Потому что сначала женщина дарит ей боль, потом начинает обсуждать проблемы. Если ты поддаешься в эмоциональном влиянии, и дальше начинается истерика обоюдная уже. И она никак не останавливается, некому останавливает. Потому что мужчина должен останавливать истерики в семье. Если мужчина думает, почему у меня жена такая эмоциональная, она постоянно создает проблемы. Так она этим не должна заниматься. Это ее работа в семье, проблемы создает. Мужчина решает проблемы в семье, а женщина создает. У каждого свои занятия. Вы скажете, а зачем так в жизни устроено, что женщина создает проблемы? Сейчас объясню, почему так устроено. Потому что есть система быстрого реагирования и есть система медленного реагирования. У женщины чувства очень активны и сильны. Она быстро реагирует на все. Это нужно. Допустим, как предотвратить катастрофу? Допустим, мы должны поехать куда-то и будет авария по судьбе. Как предотвратить аварию? Нужно учитывать эмоции женщины. Женщина говорит, что-то я боюсь. Я не хочу, чтобы мы туда едем. Я боюсь. Надо сходить. Сказать, ну-ка, давай интересно, почему ты боишься? Что такое? И потом постепенно мужчина начинает, ну давай завтра поедем. Завтра боишься? Нет. Хорошо, завтра поедем. Так предотвращается несчастный случай. То есть система быстрого реагирования нужна. И женщина быстро реагирует на все. Она чувствует эмоционально. А мужчина должен медленно реагировать. Если мужчина быстро реагирует, то вообще никуда не поедет. Все испугались. Завтра испугались. Все, потом послезавтра еще. Потом поедем не боярку там вообще. Если мужчина и женщина так быстро реагируют, то в семье нет нормальной. Нормальная семья означает, что мужчина очень спокойная, женщина очень эмоциональная. Все. Нормальная ситуация в жизни. Чтобы быть спокойной, надо иметь силу воли. Развивать силу воли. Женщина должна развивать любовь, заботливость. Но их должна силу воли развивать. Женщина любит мужские аспекты совершать. Женщине проще, легче начать. Что делать? Закаливаться. Зарядку делать. Терпение развивать себе. Штангой заниматься там в отеле. Но женщине очень тяжело развивать себе. Прощать. Быть доброй. Заботливой. Очень тяжело. А это женские аспекты. Мужчине легко быть добрым. Подошел, улыбался, стал добрым. Но вот с деда своей души, а приятно вставать, загадиться очень тяжело. Но каждый должен заниматься своим делом. Мужчина должен мужскими делами заниматься. А женщина – женскими. Женщина вдохнов�� мужчина, Vivian, мужчина, тебя, женщина делами. У тех, кто кого дома должен вдохновлять? Вдохновляющийся оно. Мужская или женская? Женщина вдохновляет, а мужчина делает. Так,иктор ответ. Если мы можем, будем делать зарядку. У нас вдохновила мужа делать зарядку. Мужчина, уже не делает зарядку. Женщина тоже делает зарядку. Наш неред Joker говорит, что женщина, женщина, когда он полностью Но а потом ей надоело, да, она иived уже не делала зарядку, мужчина продолжает делать пок Blogом, что он перм cubed, из тех пор еще лежит р改善. Это хорошо. Женщине не обязательно под каждый день делать зарядку. Сегодня делают, завтра не делают. Мужчина должен делать каждый день. Ему надо приучить и потом расслабиться. И сказать им, если ты хочешь, чтобы я делала зарядку, значит на руках мне висит душ. С постели. У вас какие-то вопросы по обязанностям остались? Мужчина, женщина, кто что должен делать, да? Скажите, если мужчина, наоборот, уже национально. А, у вас вопросы про мужчину, не про себя. Да, все уже неправильно. Смотрите, особенности отношений в наше время какие? Сейчас объясню. Как действует злая карма, злая судьба? Она действует на всех сейчас. Одинаково. Женщина становится как мужчина. Мужчина как женщина. Если женщина говорит, я не понимаю этого, Геннадьевич, я зарабатываю больше, чем муж. Он постоянно в кухне торчит. Чего он за человек? Ты посмотри на себя сначала. Чего ты за человек? Почему ты больше его зарабатываешь? Почему ты деловая такая? Значит, ну я это признак разума у женщины. Я деловая женщина, разумная. Это не значит, что такое признак разума у женщины. Разумная женщина, она не деловая. Разумная женщина, она очень скромная. И она не будет слишком много работать. Разумная женщина, муж будет работать. Если женщина очень активная, это значит, что у нее много мужской силы. Какого она за себя найдет? Мужа, муля, не верю меня. Помните фильм? Муля, не верю меня. Чем у женщины больше мужских качеств, тем больше она найдет себе вот такого человека, младшего по возрасту, не хочет работать, хочет готовить. Это нормально. Это означает наше время. Какое наше время? Чем больше плохой карм у людей, тем больше они меняются местами. Допустим, мужчина по природе... Мужчине нормально гневаться. Но гневливость это мужская человека характера. Женщина нормально обижаться. Но если женщина гневается, а мужчина как обижается, не гневается, не будет обижаться. Понимаете? Все меняется очень просто. Женщина расслабляется дома и говорит, я все зарабатывать больше не буду. Геннадь сейчас зарабатываю и зарабатываю. И мужчина тоже расслабленный уже дома. И она думает, дети с голоду помрут, если так будет. Вы ошибаетесь. Природа так устроила, что женщина никогда с голоду не помрут. Если она женщина. Что такое женщина? Женщина это много отношений. Женщина со всеми отношениями. И женщина так устроена, что не надо много кушать. И детям тоже не надо много кушать. Дети подклевывают. И женщина подклевывает. На подклевалу у соседки, у другой соседки. Еще подклевала. Пошла там мороженое купила. Подклевала. А мне же надо жрать. И каждый день. А жрать нечего. Потому что нет денег. И он идет и работает начинает. А что делать? Видите, женщине для того, чтобы муж пошел в работу, достаточно просто расслабиться и все. Почему она не расслабляется? В чем причина? Почему она продолжает упахиваться, а муж сидеть дома? В чем причина? Причина в жадности. В жадности. Женщина хочет больше денег. А ведь говорят, есть две вещи, которые две женщины делают счастливой. Первая вещь. Она принимает характер мужа. Сразу становится счастливой. Вот какой есть, такой есть все. Принимает характер мужа. Второе. Она принимает условия жизни мужа. Вот какая зарплата есть, такая не нужна. Все. Недостаточно. Все. Зарплата мужа недостаточно. Все. У нее становится хорошо, она расслабляется, становится румяной. И возможность зачатия ее детей у нее возрастает во многих раз. Одна из причин женского бесплодия – это очень сильная занятость. Если женщина очень напряжена на работе, у нее пермональные функции просто истощаются. Женщина чуть-чуть расслабилась, сразу возможность зачать. Поэтому есть такой феномен. Часто женщины занимаются, начинают, когда уезжают отдыхать в отпуск просто. В отпуске расслабляются, там ходят по песочку, по воде. Женщине нужна энергия земли для зачатия, энергия воды. Женщина ходит по берегу, там есть и земля, и вода. Женские пермональные функции автоматически восстанавливаются. Все. И раз, поехали отдыхать – зачали. Дома не могли зачать, потому что женщина всегда напряжение бегает. Поехала отдыхать – зачатие произошло. Мать-женщина должна быть расслабленной. Мужчина должна быть активной, а женщина – расслабленная. И тогда здоровье здоровой женщины – это расслабленная женщина. Здоровье мужчины – активной мужчины. Мужчины расслаблены, женщины активны. Больные люди. Вы знаете, не надо ничего развивать, сейчас я вам объясню, сейчас все поймете. Смотрите, есть невежество, энергия, есть страсть и есть плавность. Когда человек находится в страсти, то есть он много работает, признак страсти – это сильные привязанности к каким-то результатам, которые, как и есть у других людей, у меня нет. Допустим, у них есть европейский ремонт, у меня нет, значит надо упахиваться. У других есть там телевизор с функциями полета, переворачивания и испарения в пространстве, а у меня нет такой телевизора. Понимаете, надо много упахивать, за что у меня тоже такой трудится. Или стиральная машина там сама стирает, выжимает, вкладит и развешивает. Понимаете, у меня нет, а у кого-то есть. И надо упахивать. Понимаете, когда человек вот такими интересами живет, он постоянно много работает. тем больше работ, тем меньше свободного времени. немедленно верно в тепло зимуucci